физкульт привет друзья на связи мускул шоп я сергей сегодня поговорим о том какие ошибки люди совершают чаще всего при выборе беговой дорожки и почему она последствии становится кого-то вешалкой и по сути только собирает пыль не приносит желаемого результата первое на что нужно обратить внимание при выборе беговой дорожки это не цена как многие часто делают открывают каталог в каком-то интернет-магазине либо на портале либо на сайте любом и начинают смотреть по ценам это не совсем верный подход объясню почему потому как беговая дорожка вообще изначально рассчитана на определенный вес пользователя и под эти параметры уже подгоняются и мощность двигателя и соответственно габариты бегового полотна и конструкция металлоконструкция вот сама рама и толщина деки ну и многие остальные параметры поэтому все это в совокупности естественно влияет на стоимость тренажера поэтому если вы начинаете смотреть по цене то вы можете упустить из вашего фокуса тот параметр который вам допустим максимально будет важен при занятиях такие как длина бегового полотна и ширина беговой поверхности поэтому на цену не нужно ориентироваться изначально это первая ошибка то есть люди смотрят на цену сперва второй момент люди не учитывают габариты бегового полотна часто встречалась ситуация когда человек заказал тренажер начинают ходить потом оказывается что у него ну ему не комфортно потому что с его ростом и с его длиной шага вот то той длины полотна ему не хватает в частности для ходьбы может быть и хватит а для бега вы должны понимать что нужно брать чуть чуть длиннее полотно чем для ходьбы соответственно и мощность двигателя тоже может быть разная в зависимости от ходьбы либо от бега когда вы берете тренажер но беговую дорожку именно для ходьбы то вам нужно понимать что нагрузка на двигатель будет гораздо выше и соответственно двигатель должен быть мощнее чем для тренировки именно если вы занимаетесь бегом на беговой дорожке и третий соответственно это мощность двигателя но тут все просто то есть многие этот фактор не учитывают но вы должны понимать что мощность двигателя подбирается под вес человека соответственно если у вас вес примеру 100 килограмм то вы должны заказывать дорожку ну искать по параметрам на которую чтобы она была рассчитана на вес если вы собираетесь бегать на ней не ходите именно бегать хотя бы 110 килограмм 10-15 килограмм с запасом берите если же вы собираетесь ходить на беговой дорожке тогда вы берете плюс 20 килограмм потому как я уже сказал нагрузка на двигатель во время ходьбы гораздо выше потому как у вас ноги постоянно в контакте с беговым полотном с беговой поверхностью соответственно нагрузка на двигатель этой модели ну тренажера будут гораздо выше вы можете смотреть на мощность но обычно эти все параметры уже заточены под вес человека саму то есть выбирайте дорожку в соответствии с вашими предпочтениями то есть будете бегать либо ходить если вы точно знаете что вы будете к примеру бегать и ходить уберите плюс 20 килограмм к вашему собственному весу целом это все основные ошибки которые люди совершают если смотрят на беговой дорожке и не знают как выбрать то есть смотрят по цене по дизайну чтобы классно смотрелась она а кстати еще один параметр который не учитывают это амортизация но почему я на нем не акцентирую внимание потому как амортизация уже изначально заложено в той дорожке на тот определенный вес пользователя который на которой она собственно рассчитана конечно лучше брать с хорошими эластомерами не просто там резиновыми прокладочками между декой и рамой хотя это есть во всех дорожках не ну в любой модели но дополнительные эластомеры стоят ну далеко не на всех моделях это уже чуть выше там ценовой сегмент начиная от сейчас скажу 15000 гривен это где-то примерно 500 500 там 600 долларов и выше по цене вот то есть если вы учете вот эти параметры и вы выберете дорожку по ним то она вас будет радовать и вам будет служить довольно долго но тут следует помнить что есть важные моменты при обслуживании беговой дорожки то есть вам нужно не забывать смазывать полотно беговое то есть между полотном и декой должна быть всегда смазка для лучшего скольжения и соответственно есть такое простое правило как не стартовать полотна то есть кнопку старт никогда не нажимать когда вы стоите на беговой поверхности либо на боковых поручнях либо вообще на полу вот это все что хотел сказать это основные ошибки мы разобрали следующий вид будет более интересная информация по беговым дорожкам я напоминаю что обязательно обращайтесь в наш интернет-магазин мускул шоп мы самое лучшее в украине по спортивной экипировки по тренажерам и шведским стенкам даем наиболее грамотную консультацию и у нас самые лояльные цены причем к ко всем тренажером у нас идет подарки к шведским стенкам это эспандеры тренажером у нас такой пояс сауна для похудения которое увеличивает эффект от тренировки на 20 процентов это подарок и также у нас идет бесплатная доставка любого кардио тренажера как домой так и на отделение можете заказать и все это будет абсолютно бесплатно по городу запорожье бесплатная доставка и сборка также шведские стенки мы доставляем бесплатно за свой счет поэтому обращайтесь к нам у нас самые лучшие условия на этом все пока